всем привет люди с вами эти одену хоть что-то где мои уши где моё все маленький но ни хрена на тему вообще очень красиво видно ночной город я вам даже сейчас попытаюсь его показать не знаю будет ли видно учитывая дотянется твою мать меня руки дрожат просто я сейчас записываю прям ночью-ночью я хочу спать и мои руки очень такие ну вы понимаете вот видно ночной город отряд не знаю насколько там на веб-кет все видно будет это видно ночной город из моего окна вообще классно сидеть на балконе очень хочется узнать в расслабленной обстановке это делать знаете как нибудь сесть просто вот расслабиться вечер с таким вот видом не знаю будет произойдет ли это когда нибудь смогу ли я когда-нибудь так расслабиться не знаю надеюсь мне уже сложно плакать мне не хватает слез кнопка лайка уже уничтожены от нее ничего не осталось я посмотрела на кровать везде кровь рука опять кровоточила я заготала рукава до из пореза текла кровь наверное слишком много двигалась все такое монотонно та же комната те же сны почему все так грустно блин я хотел перед сном хоть что-то такое прям вот расслабиться чтобы прям лечь спать и как будто в рай и улететь на облаке вместо этого у меня грустные тучки кроме того картоха скоро покинет меня я жал руки в кулак я не хочу этого я не хочу этого я ударила кулаком в подушку почему я такая злая это на меня не похоже все какое-то не такое даже сны теперь не мирные это эта штука говорящая со мной прошлой ночью была права я такая тупая раз верила что все будет хорошо завтра мне следовало этого ожидать у меня все еще есть время до школы может быть сегодня мне придется врать что я проспала но проблема в том что мне хочется идти теперь я счастлива проводя время не в клубе так как нацуки картоха будут нет нет я совсем не могу понять свои чувства я встала думаю мне не нужно мне нужно быть более осторожны если я не хочу посвящать всех свое состояние может быть мне как обычно стоит прогуляться перед шкилой я взяла портфель и вышла из дома не поев и не помывшись на улице намного спокойнее чем дома я не верю в магию все такое но я знаю что что-то не так когда я выхожу на улицу вдруг картоха тоже вышел на улицу не думаю что он меня увидел он даже не посмотрел в мою сторону но я все равно никому не нужна да снова пропущу уроки все же мне нужно отдохнуть так как сегодня очень светло думаю мне надо полежать на траве где-нибудь там ко мне никто не представить новая локация мне это нравится парк пусто блин парк так отрисован ты уже в школе мне не стоит стыдиться что я ошибка природы и пропускаю уроки это все моя вина очень классно знаете как все на руках и ты идешь куда-то я в школе учился обожал это ребят вас такое было что вот вы просто прогуливая или гуляли по городу который живет своей жизнью и ты такой в блин просто как ты учишься постоянно было такое что ты или есть хочешь увидеть город и должен или как-то ащи рано утром дико ащи до рассвета отправиться куда-то но это нереально было учитывая автобусы и все дела или вечером когда уже там все не закрывается или там есть ты хочешь куда-то попасть у тебя буквально час есть и все-все закрывается потому что я жил в том месте где все до 6 вот реально почти все кроме на супермаркет он до 8 было лет до 10 по моему и все остальное закрывалось 6 уже и ты просто такой блин а когда ходить вообще если 8 что-то до 8 открыто ты такой господи слава богу спасибо тебе иисус что да такое ты любит называешься ошибкой природы говорит что это все твоя вина это кого-то напоминает и легла на траву и уставилась в небо я делаю это все больше и больше последнее время смотрел в небо и забывала обо всем ни в чем нет смысла но мне становится немного легче на душе меня уже ужасает мысль о том что рано или поздно мне придется уйти из парка моя голова всегда забита мыслями а нацуки и картохи горьковато сладкими мыслями я рада что картоха сможет поделиться своей жизнью с кем-то даже если он пытается не говорить об этом меня все равно заменит и ничего мне с этим не поделать конечно тебе ничего с этим не поделать ты умрешь в одиночестве кто это из любопытства я гляделась там никого не было блин у меня тут может ой простите пожалуйста я опять рыгну опью газировку во время записи видео чё за человек я узнаю этот голос клянусь он похож на голос который носился в пустом классе кто ты никто не ответил как бы мне хотелось остаться здесь подольше но мне не хочется снова быть заплаканный быстрей ходьбой быстрой походкой я в улетела за водкой такое чувство что я медленно становлюсь алкоголичкой я совсем ничего не чувствую я слышу вещи я вижу вещи я трогаю я трогаю себя между ног но в моей голове постоянно ужасные вещи члены моя последняя надежда литературный член если там станет хуже я не знаю что мне делать я не знаю получится ли мне тогда пройти через это уроки уже начались я должна пойти и поучиться но что если я опять буду слышать вещи я буду посмешищем я просто пойду в клуб и подожду там всех странно быть здесь одной я должна чувствовать себя спокойно но отсутствие клубной активности устрашает меня здесь не так уж и много чем заняться я не приношу с собой книги она суки убьет меня если я трону шкафчик мне не хочется думать об этом но думаю я видел пару книжек в пустом классе вчера должно быть это было галлюцинация это просто не может быть реальным но как я и говорил это реальность ладно блэд у меня получится я посмотрел на лестницу знаю что ее сейчас на уроках но я правда не могу забыть что видела вчера здесь тихо звуки моих шагов резонируют пока я поднимаюсь по лестнице может быть это не такая хорошая идея здесь темно как вчера и атмосфера устрашает меня это обычная комната ничего плохого тут не произойдет единственная преграда здесь ты я я заглянула внутрь шкаф еще открыться вчерашнего дня ничто не передвинулось конечно ничего и не произошло я открыла дверь и зашла холодно почему здесь так холодно потому что может я окно твою мать может я окно открыл то есть градусник все указывает 25 но я чувствую что тут прохладнее просто балкон это квартира очень странные тут температура скачет очень с легкой руки то есть затрат может быть 17 на балконе потом может быть 25 и я не знаю закрываешь окно температуру сразу поднимать я не понимаю почему так я пожалуй открою дверь в комнату что комната проветриваясь я мог нормально спать хотя все равно знаете у меня такая проблема что я все равно сколько бы я лег в час-два ночи я все равно встаю где-то в 6 утра или в 7 а у меня поезд 9 поэтому я даже не беспокоюсь что я его просплю было бы очень странно что именно в день когда поезд мне уже на поезд есть я как бы буду спать до 8 например я просто дико удивлюсь этому это я уже реально наверно пойду к врачу и спрошу доктор что со мной не так чем я болен потому что это будет странно но окей на 5 7 проснусь в общем ради вас ребята евген записывает видосы не высыпается все ради подписчиков дверь закрылась что здесь происходит нет и может быть правдой это должен быть сон я попробую проснуться нет не попробуешь я застыла она слышит мои мысли что ты хочешь от меня я просто хочу чтобы ты поняла что тебе лучше сдаться разве я многого прошу я не сделаю ничего плохого я просто пытаюсь изо всех сил я сказала это рыдая я все еще не могу понять кто это или что это она снова пугает меня я не напугаю тебя снова чего ты ожидаешь это будет слишком просто понимаешь думаю было бы очень тупо возвращаться сюда за спиной я попыталась открыть дверь но не получилось пожалуйста отпусти меня отпущу отпущу саюри не волнуйся не паникуй малыш температура сразу начала падать я думаю это сквозняк у меня на кухне просто настя шаг но но не забудь об этом в этот раз хорошо странная тень пропала и попыталась закричать но не могла говорить что она имела ввиду под словами забудь единственное что я забыла об этом я взглянула на шкаф я медленно подошла к нему она хотела чтобы я посмотрела на него веревка я трясусь думаю я знаю почему она хочет чтобы я взяла веревку но я не могу я не сделаю этого я захлопнула дверь шкафа я не буду делать этого я не хочу покинуть картоху я не хочу огорчить нацуки обещал что буду поддерживать ее я попыталась снова открыть дверь но основа не открылось этого просто не может быть выпусти меня тишина я упала на колени и заслуживаю этого что я сделала чтобы меня все ненавидят я просто хочу сделать всех счастливыми я начала неконтролируемо рыдать я больше не могу я хочу исчезнуть я прислонил голову к стенке меня тошнит мне нужно взять веревку почему кто захочет чтобы человек так покончил с собой кто-то кто знает что лучше для тебя оставь меня в покое я закрываю глаза и не должна смотреть не должна слушать она уйдет от меня все будет в порядке ты до сих пор веришь в эту ложь голос прямо у меня перед ухом я все еще плачу почему она не уходит я возьму ее наставь меня в покое пожалуйста хорошо видишь это не так уж и сложно я попыталась открыть дверь все еще закрыта я открою шкафа взяла крепкую веревку и не помню чтобы я видел ее вчера к ходила за принадлежностями вот откуда у нее веревка появилась а теперь мы это знаем я спрятал ее под книгами в портфеле я выброшу ее когда приду домой я направилась к выходу дверь наконец открылась я вышла достаточно я пойду и снова отдохну на крыше там меня никто не найдет что я кусок пишет логика и не нуждаясь выгодным 20 минут когда вот так чтобы я еще что он просил его прохватное дело без принадлежностей до сих пор а не Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Убедить, что выздоровеешь к фестивалю, хорошо? Не волнуйся, я немного отдохну, пока не придут остальные... Нацуки вопросительно посмотрела на меня и продолжила читать свою мангу... А, вот здесь главный герой увидит, что Саюри спит... Я присел за старую парту в конце комнаты и посмотрел на руки... Все снова хорошо? Похоже... Нацуки Юрий выглядит хорошо... Моника должна быть играть на пианино, а Картоха с ней встретится... Обычный мирный день для всех... Вдруг открылась дверь клуба, Картоха зашла и практически сразу зашла Моника... Ой, ну надо же, я снова пришла последней... Не парься, я сам только что зашел... И сразу же, как Юрия заметила Картоха, она закрыла книгу и встала... Нацуки еще не сказала ей, не так ли? Ты снова практиковалась в игре на пианино? Да? Может быть, вместо того, чтобы идти на крыше, мне стоило пойти с ней? Но я, наверное, просто утомила бы ее... Играть на пианино не так легко... Ты полна решимости... Открыла новый клуб, стала учиться игре на пианино... Хм, я бы не назвала это решимостью... Скорее, страстью... Не забывайте, что, не будь здесь вас, все бы... Не было бы никакого клуба... Я просто вне себя от счастья, что вы все согласились помочь мне с выступлением для фестиваля... Но я не особо помогла тебе... Я еще даже не закончил башон, который работал вчера... Ага, скоро бы он, скорее бы он уступил... Все будет просто супер, блин, Ацуки хочет в фестивале, что-то новое... Она взглянула на Картоха и счастливо улыбнулась... Я уверена, что она попросит пойти его с собой... Я не могу быть эгоистичным, это неправильно... Ага... Разве только... Ой... Господи, простите, разве только вчера это не было поводом для... Твоего негодования? Ну да, я не имею в виду наше участие в фестивале... Я говорю одни, кого можно ничего не делать, играть, есть куча всяких вкусностей... Почему-то ты только сейчас очень похожа на Сайори... Почему они говорят обо мне? Я не ответил, я даже не думаю, что Картоха заметил меня... Моника, они ведь обычно готовят жадных кальмаров... Кальмаров? У тебя довольно специфическая причина ждать в фестивале... Ой, да ладно... Хочешь сказать, что тебе не нравятся кальмары? Вот именно от тебя я этого никак не ожидала... Почему у нас у них сегодня такая радостная? Потому что я сказал ей, что Картоха тоже испытывает чувства к ней... Я... Я в какой-то степени смогла сделать её счастливой... Это только моя цель... Пока все счастливы, счастлива я... Надеюсь... А? Я не говорю, что они мне нравятся... Кроме того, что значит именно от тебя... А то и значит... Они у тебя в имени... Моника... Нет ничего подобного... И вообще эта шутка теряется при переводе... Чёрт, вообще ты из-за энтузиастов... Давайте сосредоточимся на подготовке к мероприятиям, хорошо? Хи-хи-хи-хи-хи... Ладно, ладно... Твоя реакция всё равно не такая забавная, как у Юрия или Саюрия... Прошу прощения... Вдруг Картоха смутился... А где, собственно, Саюрия... Постой, ну она в классе, находит, ребята, слепые... А, вот ты где... Я перед тобой была... Ну, Саюрия то есть, я же за неё играю... Получается, он и правда меня не заметил? Я продолжил смотреть на руки... Мне не хочется смотреть ему в глаза... Картоха подошёл ко мне и помахал рукой перед лицом... А? Ты снова витаешь в облаках... Хе-хе-хе... Эхе-хе, прости... Не обращай на меня внимания... Иди поговори с остальными... Почему сейчас так трудно прятать чувства? Всё было хорошо до сегодняшнего дня... Я всё разрушу, если буду вести себя таким образом... Хм... У тебя всё хорошо? Разумеется... А что может быть не так? Мой голос дрожит... Картоха не такой убеждённый... Просто ведёшь себя немного странно... Извини, если... Навоображал... Боже, ты слишком много обо мне беспокоишься... Я в порядке, видишь? Я широко лгнулся ему... Заболел мой желудок... Чувствую, что я скоро откинусь... На зоне... Не позволяй мне отвлекать тебя... И развлекайся с остальными... Ну ладно... Как скажешь... Картоха последний раз взглянул на меня... Перед тем, как пойти к другим девчатам... Несколько дней назад... Я была так рада видеть, что он заботится обо мне... Но теперь всё, что я чувствую, в свою вину... Я трачу его время... Разговор со мной его совсем не утешает... Мне реально-то что-то напоминает... Это моя вина сном... Ну, вернее, не что-то... Я просто не говорю, что... Немного подумав, он пошёл к Монике... Он поговорит с ней обо мне... Ну, я могу послушать... Я встал и быстро пересел на стол ближний к ним... Картоха, как дела? Блин, я... Блин, я не хочу подслушивать... О, это интересно... Получается, он и правда хочет поговорить о моём состоянии? Мне хочется присоединиться в разговор, но я просто не могу... Я могу послушать его, и будет очень удобно вмешаться... Я просто бессмысленно играю с школьными принадлежностями на столе... Просто веду себя, как будто не послушиваю... Как будто мне тупо пять лет, и... Я вроде бы не слушаю, что говорят... Знаете, вот в этом детстве, когда мне было пять... Я помню, как там родители что-то обсуждали прям... Обо мне, или при мне, даже не пять, а десять... И думали, что я не слушаю... Это было очень странно... Вообще, я не знаю, меня это всегда бесило, наверное, что... Знаешь, вот когда люди с тобой разговаривают... Вели о тебе, как будто тебя нет рядом... Как будто ты не слышишь... Это всегда так напрягает... У вас такое было, когда... Что вы сидите, и вас обсуждают... И вы просто такие... Вы не знаете, как вообще реагировать... Вам вмешаться, вообще что делать... Что-нибудь необычное? В каком смысле? Может, я, конечно, выдумываю... Но у меня она сегодня кажется немного мрачной... Хватит беспокоиться обо мне... Пожалуйста, остановись... О, вот как... Не могу сказать, что замечала за ней что-нибудь такое... Думаю, она смотрит на меня... Я притворилась, что ничего не слышу... Единственное хорошее, что я могу заметить... Это, что Моника не странная... Ну, или хотя бы... Она скрывает это перед Картохой... Может, ее что-то беспокоит... Для меня более странно то, что это не я... Тебя спрашиваю о ее состоянии, Картоха... Ты ведь знаешь ее куда лучше меня... Да, но она практически никогда себя так не вела... Она всегда делилась со мной тем, что ее беспокоит... Но когда я ее сейчас об этом спросил, она, по сути, дала мне отворот-поворот... Извини, я понимаю, что это не твоя проблема... Я просто хотел узнать... Вдруг тебе что-нибудь известно... Забудь... У меня так ранитого беспокойства обо мне... Если бы только я не пришла сегодня... Может быть, это вообще бы не произошло... Я все еще была бы дома... И Картоха наслаждался бы своим временем... Нет, постой... Для меня это не менее важно... Ведь я тоже ее друг... И я забочусь о благополучии членов своего клуба... Давай я сама с ней поговорю... Нет... Нет, я не хочу, чтобы она тоже беспокоилась... Моника, такой прекрасный человек... Зачем ей вообще-то отдеть на меня время... Ненавижу себя... Так устала приносить только проблемы всем... А? Ты уверена насчет этого? Кажется, она хочет побыть в одиночестве... Так ли это? Может, ей просто трудно быть откровенной... Соборовенной с объектом своего интереса... Объектом интереса? Что ты под этим имеешь ввиду? Не может быть, что она нет... Я говорю о том, что она может думать о тебе, Картоха... Нет, она не могла сделать это... Я дрожу, все разрушается... Моя маска, мои друзья, Картоха... Это все из-за меня, я виновата... Он, наверное, только... Начнет ненавидеть меня еще больше... Обо мне... Как ты вообще пришла к такому заключению? Ну... Возможно, я скажу лишнее, но... Знаешь, что в Саёре все разговоры только о тебе? Твою мать... Все началось... А? Почему она вообще решила это сделать? Я все потеряю... Все, что я заработал... Все потеряно... Она стала заметно счастливей... С тех пор, как ты к нам присоединился... Словно яркое плаве вспыхнуло у нее внутри... Я вздохнул... Мне стало немного легче... Может быть, Картоха поверит, что я счастливая? На минуту я испугалась... Что? Не может быть... Саёре всегда была такой... Она постоянно изучает солнечный свет... Она всегда такая была, как тогда, так и сейчас... Моника направилась ко мне и присела возле меня на колени... И начала шептать... А что же Моника прошептала Саёре, мы узнаем в следующей серии... Потому что, ну, ребят, мне нужно идти... Я лягу спать уже очень поздно... Всем спасибо за просмотр... С вами был Евген, и до скорой встречи!